Привет, ребята, с вами Soyer. Сегодня поговорим про хэширование паролей. Тема сложная и достаточно много нюансов нужно рассказать, поэтому ролик получится длинным. Но я настоятельно рекомендую досмотреть его до конца. Для повышения интереса к ролику предлагаю сделать небольшой эксперимент. Сейчас на экране вы видите хэш. Этот хэш является результатом работы алгоритма MD5. Я взял осознанную английскую фразу, добавил к ней знаки припинания, заменил пробелы на специальные символы, некоторые буквы сделал в верхнем регистре, а потом захэшировал. И вот в конце видео мы обратим этот хэш в фразу. Скажу больше, мы это уже сделали в сообществе, и тот, кто участвовал в сообществе, может не принимать участие в эксперименте, чтобы остальным было интересно. От вас же сейчас требуется просто написать любую английскую фразу, состоящую из 16 символов вместе со знаками припинания, в комментариях. Это важно, потому что именно на основе этих фраз мы потом проведем анализ обратимости этого хэша. И если к вам пришла в голову фраза, которая уже есть в комментариях, просто поставьте под ней палец вверх. А если что-то новое вам приходит в голову, то напишите. Это важно, еще раз говорю, для эксперимента. В конце расскажу, почему. Но теперь давайте поговорим про хэш. Что такое хэш? Хэш это такая функция, которая принимает на вход сообщение произвольной размерности, а на выходе всегда выдает сообщение фиксированного размера. То есть какой-то произвольной последовательности сопоставляется какое-то сообщение фиксированного размера. Причем для одной и той же входной последовательности всегда строится один и тот же хэш. Хэш-функции применяются, например, для построения ключей в хэш-таблицах. Их можно применять для расчета контрольных сумм. И также придумать много других применений, где подобное поведение полезно. Но у хэша есть одна важная деталь. И она называется коллизия. Один из самых популярных способов использования хэша это хранение паролей. Ну действительно, берем пароль, берем хэш-функцию, преобразовываем пароль в хэш и сохраняем базу данных. Почему это хорошо? Все дело в том, что есть такие хэши, которые называются криптографические. У них есть свойство необратимости. То есть по хэшу без применения методов грубой силы нельзя восстановить первоначальное сообщение. И это очень хорошо, потому что если данные утекают злоумышленнику, то мы вроде как спим спокойно, потому что он теоретически не может восстановить пароль. И вся проблема в том, что на самом деле это не совсем так. Существует несколько вариантов использования хэшей, которые компрометируют пароль. И с одной стороны позволяют восстановить исходную последовательность, ну либо как минимум найти такую последовательность, которая будет давать точно такой же хэш. Но это называется коллизия, и мы об этом поговорим далее. Коллизия это такое свойство хэш-функции выдавать одно и то же значение для разных входных последовательностей. И нужно понимать, что у любой хэш-функции есть коллизии. Сейчас объясню почему. Давайте представим, что у нас есть 4 яблока, и мы хотим разложить их по 3 корзинам. Да так, чтобы в каждой корзине было ровно по одному яблоку. Чувствуете в чем проблема? Либо у нас на руках останется одно яблоко, либо в какой-то корзине останется 2 яблока, и это будет коллизией. Ну или можно еще выкинуть это яблоко и не морочь себе голову. Но так или иначе с хэш-функциями такое не проходит. В любой хэш-функции есть коллизии. Почему? Да потому что количество символов в выходном сообщении ограничено. А следовательно ограничено и количество этих сообщений. А на вход мы можем подавать сообщения любой длины, и их не ограничено, их бесконечно. Таким образом хэш-функции просто вынуждены повторяться. Других вариантов у нее нет. Коллизия плоха тем, что злоумышленнику не нужно искать оригинальные пароли. Ему достаточно найти такой набор символов, который выдаст точно такой же хэш. И тогда система, взяв этот набор символов, переведя их в хэш, сравнит с тем, что хранится в базе данных, и решит, что перед ней настоящий пользователь и пустит его в систему. И слава богу, что разработчики хэш-функции это люди, которые подумали и об этом. Давайте немножко поговорим о классификации хэш-функции, чтобы понять, какие хэш-функции пригодны для хранения паролей в базе данных, а какие нет. Существует три основных группы хэшей. Это хэши общего назначения, криптографические хэши и функции построения ключа. Они нужны для разных целей, и к ним предъявляются разные требования. К хэшам общего назначения предъявляется всего два требования. Это быстрая работа и минимизация числа коллизий. Как вы понимаете, хэши общего назначения, как правило, используются для расчета контрольных сумм. Например, мы передаем сообщение по зашумленному каналу, и получатель должен быть уверен, что шум никак не исказил оригинальное сообщение, и для этого есть контрольная сумма. И для криптографических целей такие хэши никак не подходят, потому что они никак не защищают хэш от подделки. То есть для них поиск коллизии не является сложной задачей. Другое дело криптографические хэши. К ним предъявляется по отношению к хэшам общего назначения еще три требования. Первое это необратимость, то есть нельзя по итоговому хэшу получить первоначальное сообщение. Второе это отсутствие коллизий первого и второго рода. Я не буду много говорить о том, что это такое. Скажу лишь, что здесь имеется в виду, что не существует эффективного алгоритма поиска коллизий. И как уже было сказано в первом пункте, коллизий как можно меньше должно случаться. Здесь есть проблемка. Все дело в том, что есть такой парадокс дней рождения, который говорит о том, что если в вашем классе 24 человека, то вероятность того, что два человека имеют день рождения в один тот же день выше, чем обратная. Ну и парадокс дней рождения в применении к хэш функциям говорит о том, что мы не можем гарантировать, что при длине входного сообщения меньше, чем длина хэш функции коллизий не будет. Так-то по-хорошему вот мы получаем на вход короткое сообщение 8 символов, а пароль у нас 16 символов. Ну и мы должны быть уверены, что 8 символов в любых комбинациях не дают коллизий. А это не так. Все дело в том, что парадокс дней рождения говорит о том, что при длине больше половины хэша вероятность коллизий больше, чем вероятность их отсутствия. То есть для коротких паролей мы еще как-то можем гарантировать отсутствие коллизий, а для паролей 9, 10, 11 символов при хэше 16 символов уже нет. И более того, мы можем быть уверены, что такие коллизии скорее всего есть. И парадокс дней рождения используется для атаки дней рождения, но об этом можно рассуждать долго, не будем об этом. В общем, проблема хэшей в том, что коллизии есть не только для длинных сообщений, но и для коротких. Поэтому если у хэш-функции есть эффективный способ найти коллизию, то это плохо. Нам нужно в криптографических целях использовать такие хэш-функции, которые затрудняют или делают практически невозможным поиск коллизии. Или делают его очень долгим. Поэтому такие функции, как MD5, для которых существуют эффективные способы поиска коллизий, уже не подходят для хранения хэшей в базе данных. Но даже у криптографических хэшей, которые обладают свойством устойчивости к поиску коллизий, есть одна проблема. Как и все хэши, они быстрые. А это значит, что они неустойчивые к полному перебору. И с развитием техники, с распараллеливанием задач хэширования, пароли должны становиться все длиннее, для того, чтобы их было отбирать все сложнее. И полный перебор или метод грубой силы, это brute force, о нем мы поговорим далее. Но прежде отметим, что в связи с тем, что криптографические хэши очень быстрые, появилась еще одна категория. Это хэши построения ключей, функции построения ключей. У них помимо того, что они необратимые, то, что у них мало коллизий, что способ поиска коллизий сложен, у них есть еще одно свойство, они медленные. И вот для задач построения паролей и только для них, ну или для задач, где brute вероятен, где может быть применен brute force, использование функций для построения ключей, он является наиболее оптимальным и рекомендуется практически во всех статьях по криптографии. Но здесь есть тоже нюансы, мы о них поговорим в конце. Как вы поняли, основным методом борьбы с коллизиями является сам алгоритм хэширования. Разработчики алгоритма математически доказывают, что не существует эффективных способов поиска коллизий. Но, к сожалению, техника не стоит на месте и алгоритмы для поиска коллизий появляются. И так в 2006 году был скомпрометирован MD5 и с тех пор он не рекомендуется для использования в криптографии. Но даже если коллизию найти нельзя, то всегда остается метод грубой силы. Каким бы совершенным ни был алгоритм хэширования, у злоумышленников всегда остается метод грубой силы в кармане. И он заключается в том, что всегда можно взять пароль какой-то длины и найти все комбинации, которые могут быть получены для этого пароля, посчитать для них хэши и сравнить с хэшем, который хранится в базе данных. И когда будет найдено совпадение, будет найден и пароль. И вся проблема в том, что для криптографических хэшей существуют эффективные способы вычисления. Они могут эффективно рассчитываться, например, на графических станциях. Конечно, для мамкиных хакеров это проблема, но если у вас есть деньги и вы можете собрать ферму, скажем, на 8 мощных графических процессорах, то осуществить перебор со скоростью 100 миллиардов попыток в секунду для вас вполне возможно. И чтобы быть более убедительным, давайте прикинем, сколько понадобится времени на перебор пароля из 8 символов. Пароль из 8 символов по алфавиту из 72 символов, то есть мы можем использовать в пароле 72 символа, это латинские буквы в нижнем верхнем регистре, спецсимволы и цифры. Так вот, 72 в 8 степени это количество всех вариантов перебора. Если мы умеем считать их со скоростью 100 миллиардов в секунду, то хэш будет подобран где-то в районе 2 часов. Если мы увеличим пароль до 9 символов, то времени понадобится для полного перебора в 72 раза больше. То есть вместо 2 часов мы получим уже 144 часа, ну это что, 5 суток где-то. А если мы увеличим до 10 символов, то еще в 72 раза, это 5 суток на 72, это уже пойдет счет на месяц. Как видите, даже по такому небольшому алфавиту увеличение на один символ длины пароля сильно увеличивает вычислительные мощности, требуемые для расчета. Ну и если мы говорим о брутфорсе, нужно понимать, что брутфорс имеет смысл для поиска ровно одного пароля. Если у вас 100 тысяч паролей из базы, то искать их методом брутфорса, тратя на каждый пароль по часу, это годы и годы работы. Поэтому метод брутфорса это крайний метод, когда у вас есть с одной стороны быстрые алгоритмы рассчитывания хэша. Есть вычислительные ресурсы, то есть на домашнем ПК до сих пор проблематично считать такие пароли. Но тем не менее, если у вас есть мощные фермы с графическими процессорами, это уже становится более чем реальным. И с брутфорсом ни один криптографический хэш, к сожалению, не может бороться. Он быстрый и брутфорс этим пользуется. Поэтому для борьбы с брутфорсом используются функции поиска ключа. У них есть специальные кост-параметры, которые позволяют регулировать скорость работы хэш-функции. И в принципе даже с самым маленьким кост-параметром они значительно медленнее, чем криптографические хэши. И их скорость работы, медленная скорость работы гарантирована самим алгоритмом. И гарантировано, что они не могут оптимизироваться на других процессорах графических или на плисах. Все дело в том, что сами разработчики делают их крайне медленными. И это их делает непригодными для брута, потому что понадобится даже для простых паролей очень много времени. Но опять же время не стоит на месте. И даже хэши функции построения ключа, они оптимизируются. И со временем находятся все более быстрые методы расчета этих хэшей. Поэтому в них заложены, как я уже сказал, кост-параметры. И со временем, когда техника развивается, вы должны регулярно увеличивать этот параметр, чтобы функция считалась по-прежнему медленно. Оптимальным считается подбирать такой кост-параметр, который на один хэш требует около 50 миллисекунд времени обработки. И этот параметр должен подбираться исходя из вашего железа. Если вы хотите просто наобум задрать этот показатель в надежде, что тем самым повысите стойкость вашей системы к взлому, то не забывайте, что тем самым вы повысите и вероятность отказа в обслуживании вашего сервиса. То есть очередной вполне себе легальный пользователь окажется в ситуации, что он не может воспользоваться вашим сервером, потому что тот считает хэши. Это очень плохо. Поэтому кост-параметры должны подбираться и никогда не нужно подбирать их, исходя из принципа «чем больше, тем лучше». Как вы понимаете, брут, даже с учетом развития техники, это по-прежнему очень ресурсоемкая операция и применяется он в крайних случаях, когда уже ничего другого сделать нельзя. Ну и применять его для выборки из большого количества хэшей все еще проблематично. Поэтому, когда мы не можем сделать алгоритм достаточно быстрым, нам приходит идея сделать предварительные расчеты. И предварительными расчетами в данном случае будут являться хэш-таблицы. Многие думают, что это радужная таблица. Нет, это не так. Хэш-таблица – это таблица, где сохраняется ключик и его значение. Да, хэш и его значение. И здесь по-прежнему проблема с объемами, необходимыми для хранения таких таблиц. Смотрите, если мы возьмем пароль из 8 символов с алфавитом в 100 символов, то полное количество комбинаций, которые нужно сохранить, это 108 степени. Это единица с 16 нулями. Если каждый хэш будет всего 16 байт, как, например, у MD5, тогда общее место для всех паролей нужно будет где-то около 165 байт. Это очень много, и это только хэши, без самих паролей, без служебной информации. Поэтому хэш-таблицы используются только для часто употребимых паролей. И в них действительно собираются все различные пароли по типу QWERTY, которые мы с вами используем, не думая о своей безопасности. И с хэш-таблицами проще всего бороться путем введения требований к парольной защите. То есть админы говорят, что пароль должен быть не меньше столь каких-то символов, там должны быть цифры, специальные знаки и так далее. И с хэш-таблицами, содержащие часто употребимые пароли, в серьезных компаниях борются просто парольной защитой. Конечно, есть всякие форумы, есть сайты, где о парольной защите особо не беспокоятся, и там наверняка простой прогон по часто употребимым паролям даст неплохие результаты. Но, как я уже сказал, если вам нужно искать сложные пароли, то либо brute force, либо радужные таблицы. Ну и давайте перейдем к любимому аргументу всех манкиных хакеров, это радужные таблицы. На самом деле радужные таблицы – это всего лишь оптимизация по месту хранения хэш-таблиц. И, как любая оптимизация, она требует дополнительных расчетов при поиске. Просто эти расчеты достаточно копеечны по сравнению с полным перебором. И здесь фишка в том, что радужные таблицы используют определенный хитрый алгоритм хранения данных. В ней хранятся множество цепочек, а каждая цепочка представляет из себя начальное значение некого случайного пароля. Дальше к нему применяется хэш-функция, reduce-функция, так делается несколько тысяч раз, а потом сохраняется конечный полученный хэш. И при поиске пароля находится цепочка, в которой он находится. И дальше, проходясь по этой цепочке, вы находите пароль путем вычисления. Я знаю, что я объяснил абсолютно непонятно, но радужные таблицы на пальцах сложно объяснить. Просто поймите, что это не таблицы ключ-значение. Это цепочки с начальным и конечным состоянием и неким алгоритмом поиска и расчета пароля. Радужные таблицы тоже считаются с определенной вероятностью, и есть таблицы на разную вероятность нахождения пароля. Недостаток. Вычислительная сложность. Радужные таблицы, как минимум, считаются не легче, чем brute force, а на практике даже нужно больше ресурсов на их расчет. Радужные таблицы считаются также на определенные наборы символов и определенные длины паролей. И на практике радужные таблицы более 14 символов я даже не слышал. Поэтому все бы хорошо, но на практике радужные таблицы это такой себе аргумент. И вот почему. Против радужных таблиц хорошо работает обычная соль. Если речь идет о статической соли, то есть мы взяли и ко всем паролям добавили некую последовательность, желательно не очень короткую, и затем посчитали хэш и сохранили его в базе данных, это делает практически бессмысленным использование радужных таблиц, потому что нужно найти таблицу, которая рассчитана конкретно под эту соль. Если таких таблиц нет, то использовать их нельзя. Рассчитывать радужные таблицы, как я уже сказал, ресурсоемкая операция, и вам нужно иметь под них определенные ресурсы и время. И в случае с ресурсами еще можно поспорить, а вот время играет против вас. Потому что, как правило, все серьезные игроки имеют так называемые подсистемы обнаружения вторжений. И факт, что база данных утекла куда-то налево, станет очень быстро известен. И, естественно, админы предпримут действия по защите. Поэтому генерировать радужные таблицы можно в тех случаях, когда у вас реально жертва не заботится о своей безопасности. Во всех остальных случаях нужно еще узнать статическую соль, нужно посчитать радужные таблицы. Это то еще занятие. Более того, существует простой способ полностью сделать бессмысленным использование радужных таблиц. Это использовать динамическую соль. Наверное, обратили внимание, что есть хэши, к которым прямо в открытом виде присоединяется та соль, которая была сгенерирована при их расчете. И это как раз полностью уничтожает идею радужных таблиц. Так как считать радужную таблицу нужно под каждую соль, то генерируемая соль делает необходимым считать радужные таблицы буквально под каждый пароль. А так как они по ресурсам требуют больше ресурсов, чем brute force, то проще сделать brute force в таком случае, чем считать радужные таблицы. Как вы понимаете, динамическая плюс статическая соль – это вообще мощный удар по радужным таблицам, по brute force и, в принципе, по коллизиям вместе взятым. Поэтому, когда речь заходит о оптимальном алгоритме шифрования, здесь нужно понять буквально следующее. Да, можно использовать функции формирования ключа, подобрать какие-то серьезные параметры и так далее. Но, на самом деле, даже криптографические хэши, которые используют механизмы растяжения ключа, усиления ключа, соль динамическую плюс статическую, и если вы подберете еще и хэш, который более-менее борется с коллизиями, вы получите не намного худшие данные для защиты от взлома. А вот по ресурсам вы выиграете значительно. Ну и про ресурсы давайте поговорим далее. Все дело в том, что криптографические хэши могут быть усложнены. Есть механики растяжения ключа, усиления ключа, которые делают подбор криптографического хэша крайне сложным и ресурсоемким, даже без использования специальных функций формирования ключа. С функциями формирования ключа есть одна проблема. Если вы неграмотно подберете параметры, вы рискуете сильно навредить производительности вашей системы. Более того, многие разработчики, не понимая до конца работу функций формирования ключа, используют их как хэш для всего подряд. Это неправильно. Поэтому, когда вы решаете, как защититься от взлома, от утечки данных, вы всегда, конечно, можете пойти по простому пути и поставить какой-нибудь бэкрипт с дефолтным значением сложности и не морочить себе голову. Просто вы должны при этом помнить, что ваш сервер будет греть воздух на расчетах хэшей. И если у вас какой-нибудь стартап и мощной техники нету, а вы активно растете, это может стать проблемой. Если же у вас все хорошо с ресурсами и у вас их с запасом выше крыши, вы можете даже не думать. Использовать криптографические хэши в таких ситуациях неразумно. Если вы экономите ресурсы, тогда используйте криптографические хэши и используйте различные механизмы усложнения. Расширение ключа и усиление ключа. Обязательно используйте динамическую соль плюс статическую. На функциях расширения ключа это смысла не имеет. Они уже из коробки это делают. На криптографических хэшах это имеет смысл сделать ручную. Ну и по алгоритму. Сегодня из криптографических хэшей наиболее рекомендован это SHA-512. А вот с функциями формирования ключа. До 2015 года Bcrypt был абсолютным лидером. И его модификация Scrypt, которая очень много памяти кушает, ее не особо жалуют. Но в 2015 году появился Argon2. Это еще один алгоритм, который на сегодняшний день считается более эффективным, чем Bcrypt. Его можно использовать. Он немножко сложнее настраивается в плане cost-параметров. Но тем не менее, по отношению к Bcrypt есть уже исследование, позволяющее эффективно его считать на PLEASE. Поэтому многие люди, занимающиеся криптографией, не рекомендуют Bcrypt, а рекомендуют вместо этого использовать Argon2. У него тоже есть разные модификации. Это уже надо более детально рассматривать вашу задачу, чтобы понять, какие модификации использовать. Подытожив этот разговор, я еще раз хочу сказать. Первое. Хэши бывают общего назначения, криптографические, и хэши формирования ключа. Первые две категории – это хэши очень быстрые. Их можно использовать в разных задачах. Их можно использовать в задачах, не связанных с хэшированием пароля. И это важно. У них есть много замечательных свойств. Для хэширования паролей лучше всего разумно подойти к расчету ресурсов, требуемых на это хэширование, и отталкиваться от этого. Конечно, алгоритмы формирования ключа лучше. Но при этом, для защиты ваших паролей от брутфорса, можно использовать алгоритмы с солью, с константной и динамической солью. Для защиты от радужных таблиц и хэш таблиц, точно так же соль, константа, плюс динамика. Для защиты от коллизий, использовать грамотный алгоритм хэширования. И тогда вы получите достойную безопасность на криптографических хэшах. И это имеет смысл, если у вас есть проблемы с ресурсами. Чтобы не морочить и не забивать себе голову, и быть гарантированно защищенным на сегодняшний день, лучше использовать алгоритмы Bcrypt или Argon2. Argon2 по некоторым сообщениям лучше. Но на этом все, что я хотел сказать про хэши, я сказал. А теперь давайте поговорим про эксперимент. 16 символов в верхнем и нижнем регистре, спецсимволы и знаки припинания, это, конечно, проблемка для решения этой задачи путем грубой силы. В этом и был смысл. С одной стороны, показать, что ни радужные таблицы, ни хэш-таблицы, ни brute force практически вам ничего не дадут. Если у вас нет опыта и знаний, если у вас нет огромных мощностей, а с учетом того, что это ничего не принесет вам в плане денег, то смысла серьезным хакерам заниматься обращением этого хэша нет. Идея эксперимента была немножко в другом. Идея в том, что фраза, которая имеет смысл на английском языке, и мы знаем ее длину, мы знаем, что там есть знаки припинания, это очень много информации, очень много семантики, которая делает задачу обращения этого хэша значительно проще. И, как я уже сказал, в сообществе мы за два дня его обратили. Все дело в том, что информация о том, что это семантически корректная фраза, говорит о том, что она построена по правилам английского языка. Это говорит о том, что мы можем использовать словарь английского языка, выделить из него слова и сделать перебор всех значений. Мы можем сделать перебор верхнего и нижнего регистра знаков припинания, и это будет уже существенно проще, чем перебирать 16 символов методом грубой силы. Но на самом деле я не зря попросил написать вас английские фразы. Я думаю, что на практике окажется все гораздо проще. Если хотя бы тысяча человек или сто человек из вас напишут фразы, которые пришли к ним в голову, и они будут состоять из 16 символов с пробелами и знаками припинания, и за них проголосуют другие люди, то с большой долей вероятности среди этих фраз будет и та фраза, которая зашифрована МД-5 алгоритмом. По крайней мере, единственная фраза, единственное предположение в комментариях к сообществу сразу оказалось верным. И следующее, что нужно сделать, это просто для этих фраз, для самых популярных фраз, поискать различные варианты оформления, что не очень сложно, и опять же подписчики в комментариях к сообществу сделали это очень быстро. Поэтому, те, кто не читал в сообществе и еще не знает ответа, попробуйте посмотреть в комментарии, если там люди написали фразы на английском языке, попробуйте их обсчитать. И с большой долей вероятностью среди этих фраз будет та фраза, которая скрыта этим хэшем. И тем самым я хочу показать, что даже в вычислительно сложных задачах полного перебора остается еще наша с вами человеческая сущность, которая говорит о том, что мы не так вариативны в своих мыслях и, как правило, мыслим шаблонами, которыми навязывает окружающий мир. Поэтому, даже если средства защиты от взлома будут совершенствоваться, человек останется человеком, и это всегда будет давать сильно большой бонус при взломе любого хэша. Поэтому рекомендую использовать вам пароли из случайных символов, рекомендую использовать пароли не менее 16 символов длиной, ну и попытать свое счастье в обращении данного хэша. Ну это был канал Sawyer. Спасибо, что слушали. До свидания. Ну и да, кто хочет ответа в сообществе, он есть, в комментариях найдете и прочитаете. Пока.